Продолжаем работу нашей сессии. Сейчас доклад звучит следующим образом. Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения немелкоклеточного рака легкого после неодивантной терапии, проводимой с целью уменьшения объема резекции. Докладывает профессор Акопов Андрей Леонидович, Санкт-Петербург. Спасибо большое, уважаемый Алексей Степанович, уважаемый Олег Валентинович, уважаемые гости, коллеги. Опыт в таракальной хирургии, в таракальной онкологии, он многих хирургов приводит к мысли, что если больного не прооперировать, то длительность его жизни будет существенно меньше. Причем это касается даже больных, которые, казалось бы, не должны оперироваться. Это может относиться, по мнению некоторых хирургов, и к мелкоклеточному раку, к примеру, и к местно распространенным обширным опухолям, даже метастатическим опухолям. И у меня такое отношение тоже к этому вопросу. Оно не основано ни на каких доказательствах, а просто на личном опыте. Но особенно бывает обидно, когда, казалось бы, почти резиктабельная опухоль, мы отказываем в операции больным по причинам того, что эти опухоли достаточно сложно прооперировать. И иногда бывают ситуации, с которой тоже мы все знаем, когда опухоль технически можно удалить, однако риск переносимости этого вмешательства для больного конкретного пациента чрезвычайно высокий. Много было попыток в истории хирургии рака легкого попытаться предоперационной терапии как-то уменьшить объем резекции и сделать опухоль операбельной, чтобы пациент функционально тяжелый перенес объем вмешательства. Или из нерезиктабельной опухоли сделать резиктабельную. Казалось бы, предоперационная химиотерапия давала основания надеяться на положительное решение такого вопроса, но сегодня признано, что не повышается выживаемость таких больных. Был ряд работ по предоперационной химиолучевой терапии, проводимой по радикальной программе с последующей операцией, но сегодня также эта тактика не находит поддержки в плане перевода нерезиктабельную опухоли в резиктабельную или неоперабельную в операбельную. Мы уже дискутировали этот вопрос с некоторыми из коллег сидящих в зале. Здесь и вопросы терминологии тоже непростые. Мы понимаем, что вот в этом месяце мне пришлось оперировать двух пациентов после эксплуатативных операций, выполненных в других учреждениях. То есть, по идее, эти больные были нерезиктабельными, но у нас удалось прооперировать. Точно так же, возможно, после моей эксплуатативной торакотомии кто-то другой сможет выполнить эту резекцию. И она, опухоль окажется резиктабельной. Примерно то же самое в отношении неоперабельной опухоли. Если, к примеру, я не решусь выполнить операцию у больного с объемом партирного выдоха, там, допустим, 30% и выполнить пневмонэктомию, кто-то другой может решиться. И даже эта операция может пройти без тяжелых осложнений. И опять же вопрос операбельности тоже индивидуализирован, хотя есть какие-то международные рекомендации, которых мы стараемся придерживаться, имея все время в виду, конечно, индивидуальный подход. И то, что сегодня я буду говорить, это основано на взглядах нашей школы и моих, где я учился, и лично моих, и моего отделения на вопросы резиктабельности и операбельности. Вот когда-то, примерно лет 15 назад, в нашей клинике была внедрена фото-динамическая терапия в рутинную практику. И отношение к этому методу долгое время было у меня лично негативным. Не очень понятен был механизм действия, он и сейчас не очень понятен. Но постепенно, когда молодые люди, новое поколение эндоскопистов вовлечено стало в проведение этой методики, они стали показывать удивительные результаты, они стали индивидуально подходить к методике проведения процедуры, модифицировать ее в зависимости от конкретных клинических ситуаций. Появились новые лазеры, новые фотосенсибилизаторы. И надо сказать, что большую роль также сыграло то, что процедуры эти квотировались и очень хорошо оплачивались государством. И одно время они выполнялись просто направо и налево, без учета правильных показаний. Но с какого-то момента появилось ощущение понимания вопроса. Еще раз повторю, что индивидуализировал методика проведения процедуры. И в какой-то момент больные начали получать фотодинамическую терапию наряду с химиотерапией, как палиативное лечение. И оказалось, что потом часть из них вдруг переходит в разряд тех больных, у кого можно обсуждать возможность хирургического лечения. И сперва эти больные появлялись неожиданно для нас. Мы не думали о неодевантном характере лечения, когда начинали терапию. А потом уже прицельно начали проводить химиотерапию и фотодинамическую терапию, как возможно предоперационное лечение. Вообще, если мы говорим о фотодинамической терапии как элементе предоперационного лечения, то таких работ очень немного в литературе. И до прошлого года мы нашли три такие работы. Вот одна из них опубликована в Соединенных Штатах. Здесь использован весь комплекс лечебных мероприятий в неодевантном режиме. И оказалось, что примерно у 60% больных, которые исходно хирургами из этого центра расценивались как нерезектабельные, удалось их потом прооперировать. А у части больных даже уменьшить объем резекции, выполнить лобэктомию вместо пневмонэктомии, которая изначально планировалась. Есть две работы из Японии. Они довольно старые. Посвящены также применению эндобронхиальной фотодинамической терапии в предоперационном режиме. Работы, если их прочитать, они довольно поверхностно написаны. Нет никакого анализа выживаемости. Не указана подробная характеристика больных. И вызывают некоторые сомнения в качестве исследования. Мы опубликовали собственные исследования около двух лет назад и сравнили эффективность предоперационной химиотерапии с эффективностью предоперационной химиотерапии вместе с фотодинамической терапией. И на тот период мы убедились, что частота радикальных операций, речь шла об R1-резекциях, достоверно выше у больных, у которых в предоперационном периоде проводилась наряду с химиотерапией и фотодинамическая терапия. Это касалось отобранных больных и не касалось больных, у которых большие опухолевые массы, к примеру, переходили на трахею. Обычно речь шла о больных, у которых инфильтрация, лимфангоид, так называемый, имеет место на нижних дистальном отделе трахеи. И для себя тогда, и тогда, и уже до этого мы понимали, что в план лечения больных центральным раком, особенно тех, кто может быть кандидатом для операции, мы наряду с химиотерапией стали внедрять фотодинамическую терапию. И вот в докладе мы расскажем сегодня, что у нас получилось. Мы попытались оценить эффективность комбинированного лечения больных, которые исходно нами расценивались как нерезектабельные или функционально неоперабельные. То есть целью лечения было всегда уменьшение объема резекции. Это были больные центральным и мелкоклеточным раком легкого. Первая группа больных была те больные, у кого нужно было выполнить пневмонектомию. Однако по международным протоколам и нашим оценкам пневмонектомия представляла существенный риск, и в таких случаях в пневмонектомии мы отказывались. Главный показатель здесь объем форсированного дыха в первую секунду. Надо сказать, что в последние два года всем больным мы выполняем тест с максимальным потреблением кислорода. В России мало где это делается, и хочу сказать, что это очень облегчает нам принятие решения для того, выполнить пневмонектомию или нет. Вторая группа больных – это больные, у которых опухоль переходила на нижние отделы трахеи. Особенно слева. Мы знаем, что слева – это драматичная ситуация, требующая расширения доступа или применения второго доступа. Есть хирурги, которые стремятся к выполнению таких операций, и в ряде случаев при особом конституциональном типе пациента это можно выполнить просто из левостороннего доступа, но это бывает, к сожалению, не часто. И третья группа больных, у которых нужно было выполнить биолобэктомию, однако и эта операция, по нашему мнению, была тяжела, и мы стремились к выполнению пневмонектомии. Использовались платиносодержащие системы, стандартное лечение и эндоскопическая фотодинамическая терапия. Часть больных не рассматривалась исходно как кандидаты для хирургического лечения, поэтому проходили полные 6 курсов лечения. Те же, кому мы исходно планировали оценивать возможность удаления, то проводили два курса с последующей оценкой рентгенобронхологической динамики. И схема, которую мы использовали, это химиотерапия с фотодинамической терапией, дальше операция, и после удаления, если это было возможно, интероперационная фотодинамическая терапия края резекции, в первую очередь края резекции бронха с целью элиминации, может быть, оставшихся резидуальных комплексов опухолевых клеток или каких-то опухолевых клеток. В эту программу за 7 лет, которые представлены, 38 пациентов вошли, примерно характеристика их представлена, но это типичные больные, и у 13 из них имело место распространение опухоли на бифуркацию трахеи или на трахею. Таким образом, целью нашей предоперационной подготовки было выполнить лобэктомию или билобэктомию вместо пневмонэктомии, выполнить лобэктомию вместо билобэктомии, таких больных было всего 3, или выполнить пневмонэктомию вместо пневмонэктомии с резекцией бифуркации трахеи. Большинство этих больных имели рак левого легкого. И у всех этих больных последующая операция, если она была произведена, она проводилась, Промх пересекался в той зоне, которая исходно была вовлечена в опухолевый процесс. Один слайд посвящен функциональной неоперабельности. Трое больных ранее перенесли лобэктомию с другой стороны, поэтому пневмонэктомия со стороны заболевания была почти невозможна. Выраженные эмфизоматозные изменения в контрлатеральном легком также препятствовали выполнению пневмонэктомии. У пяти больных постинфарктные изменения и кардиомиопатия со снижением фракции выброса левого или правого желудочка являлись противопоказанием. Средний уровень объема фарсиновых также представлен и минимальное число было 21%, что, конечно, также пневмонэктомию такой пациент никак не перенесет. Большинство больных было плоскоклеточным раком легкого и третьей B стадии заболевания. За счет перехода опухоли на трахею третья B. У большинства больных имело место ремиссия, но также у большинства больных имело место ремиссии просто после химиотерапии и без фотодинамической терапии. Но у части больных ремиссии не было, и таких больных было пять. Вот примерно такая ситуация могла наблюдаться до лечения и после лечения. Это бифуркация трахеи. Или такая ситуация. Или вот здесь первый слайд больной кандидат для пневмонэктомии. Второй слайд. Вполне можно выполнить лобэктомию с циркулярной или клинновидной резекцией главного бронха. Вот еще один случай. Пневмонэктомия слева удалена нижняя доля ранее. Этому больному и справа надо выполнить пневмонэктомию. И после неодиантного лечения объем операции уменьшается до лобэктомии. Ну, естественно, тоже с какой-то обработкой главного бронха и ручным ушиванием, или клинновидной резекцией, или циркулярной резекцией. Из этих 38, 6 больных нами не оперировались, потому что ремиссия не была достаточной для того, чтобы выполнить операцию. И оперировано 32 пациента. И у двух из них операцию выполнить не удалось. То есть операция закончилась диагностикой. И резекции были проведены 30 пациентам. Ну, спектр операций, наверное, стандартный. У четырех из них в крае резекции бронха при плановом исследовании пришел ответ, что есть комплексы опухолевых клеток. Были разные варианты, но почти всегда это подслизистые изменения. Р2 операции не было. И довольно существенно снизилось число больных с Н2 поражением. Это результат химиотерапии, который действительно нередко позволяет достичь такого хорошего результата в отношении степени поражения лимфатических узлов. Вот несколько клинических примеров. Из последних – это больной прошлого года. Мы видим картину до лечения и после лечения. Существенное уменьшение опухолевого очага в размерах. Вот это в медиастинальном режиме картина. Был у этого же больного вторичный очаг в этой же доле легкого. Ну, или первичный, а первый был вторичный. В общем, тоже он уменьшился. Вот примерно так бронхоскопическая картина. Изначально больному планировалась, должна была планироваться пневмонэктомия, причем имел место переход на нижнюю треть рахеи. А после неодевантного лечения была выполнена лобэктомия. В удаленном препарате опухолевых клеток выявлено не было. Другой пациент тоже плоскоклеточным раком. Мы видим опухоль нижней доли правого легкого. До и после лечения. До и после лечения компьютерной томографии. Здесь нужно было выполнить пневмонэктомию, но пациент функционально не мог перенести такую операцию. Выполнена билобэктомия. Еще один пациент с поражением правого легкого. Т4Н2. Химиотерапия. Существенное уменьшение опухолевых размеров. Видно в облечении предсердия на левом снимке в опухолевый процесс. Пневмонэктомия с резекцией левого предсердия. И тоже не было найдено опухолевых клеток в удаленном препарате. Один больной у нас погиб после операции. Еще было у двух больных осложнения тяжелые. Но выписано 29 пациентов из 30. Удивительно, и мы сами не можем это объяснить логично, с удивительно высокой выживаемостью в послеоперационном периоде. Большинство этих больных получили и послеоперационную химиотерапию, а также послеоперационную фотодинамическую терапию на культю бронха у тех, у кого была R1-резекция. И вот те, кто оперирован с 2013 года, все живы и без признаков рецидива. Этих больных 7 сегодня. В качестве каких-то выводов или заключения мы для себя убедились в том, что фотодинамическая терапия, выполненная по правильной методике в опытных руках и у правильно отобранного пациента, она может вместе с химиотерапией показать удивительные результаты. И поэтому пессимизм, который изначально был в отношении этого метода лечения, он сегодня сменился очевидным оптимизмом. И я хочу завершить доклад, ну, некоторой шуткой, может быть. Несколько дней назад мне была вручена почетная грамота министра здравоохранения. Мы знаем, что пациенты наши нередко неправильно произносят слово «таракальная хирургия», вообще не понимают слово «образование», откуда это взялось. Я хочу показать вам, как здесь написано это слово. Здесь оно с ошибкой написано, то «рокальная». И есть подпись «министр здравоохранения». Конечно, министр это не читал, я понимаю, но нам всем, а мы все относимся к этой специальности, и я очень рад, что Петр Газимирович здесь, но я в плане того, что нам всем очень много еще надо сделать, для того, чтобы не только пациенты, даже сотрудники министерства научились правильно произносить и писать это слово. Спасибо большое. Пожалуйста, какие возникли вопросы? Пожалуйста, Николай Федорович. Очень интересные результаты. Очень интересные результаты. Не могли бы Вы сказать, как морфологически выглядит эта опухоль после всего этого? То есть в срезах удаленных тканей бронхов ранее, по Вашим данным, была опухоль. Вот как она выглядит? Во время операции? Нет, уже морфологическое исследование. Макроскопическое или микроскопическое? Микроскопическое. Куда делись эти опухолевые клетки? Понятно. Ну, я лично сам микроскоп не смотрел, честно говоря. Но здесь идет, я думаю, что Вы знаете это лучше, чем я, замещение фиброзной тканью, соединительной тканью этой опухолевой массы. И во время операции или мы ощущаем такой же опухолевый узел, и мы не можем пальпаторно сказать, фиброз это или опухоль, а иногда мы вообще не можем определить пальпаторно-опухолевую ткань. Почему так происходит, я, к сожалению, не знаю. Я всего лишь хирург. Макроскопическое, Вы находили зоны опухолевых клеток? Да, да. У небольшого числа больных, естественно. Андрей Ильич, прежде всего поздравляю Вас с грамотой в Министерстве. Это не частый документ заслуженного. Андрей Ильич, хочу спросить все-таки, а как Вы дооперационно оценивали линию резекции? Это какая-то особая эндоскопическая методика? Потому что все-таки R1 у Вас случились, и R2 там было. Это понятно. Вот скажите, это айскан какой-то, это какие-то, не знаю, эндоузи? Или это на свой страх и риск Вы делаете? Или ощущаете только глазом и рукой? Потому что, если я правильно помню, онкологи же все-таки стадию не меняют, несмотря на любой успех химио-лучевой терапии. И вот как Вы измеряете в сантиметрах вот этот успех Вашего лечения? Ну, скажем, там, отодвинулась, там, зона инфильтрации, видимо, на один сантиметр чего-то. Ну, вот как-то вот объективизировать это. А кто мог бы повторить Ваш этот опыт уникальный? Действительно, не простая задача. Но современный эндоскопист, он может неплохо оценить край роста опухоли эндобронхиально. Есть режимы NBI, например, который, в общем, неплохо позволяет это сделать. Или, по крайней мере, заподозрить, там, скажем, патологический очаг. Но мы используем в последние годы так называемую фотодинамическую флуоресценцию. Когда введенный в организм фотосенсибилизатор, накапливаясь в опухолевой ткани, при облучении синим светом, он флуоресцирует. Ну, это отдельный доклад, конечно, но мы можем сегодня очень точно определить зону роста. Подобные работы проводились еще до нас в Институте онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Вот Алексей Степанович был их инициатором. И мы фактически продолжаем то, что в Институте онкологии было тогда начато вместе с канадскими, правильно я говорю, Алексей Степанович, исследователями. И очень жалко, что это вообще прекращено, по-моему, прекращено. Не прекращено. Но это позволяет действительно достаточно точно определить край резекции. Хотя у нас было 4 раза ИР1. Интересный вопрос еще, вот в продолжение вашего. Вообще всегда принято в онкологии срочное исследование края резекции. В кулуарных беседах со всеми хирургами, мы с вами много их знаем, и иностранных, никто этого не делает сегодня. Потому что перестали доверять, во-первых, срочному исследованию, а во-вторых, стали больше доверять своему глазу. И мы от этой технологии почти отказались. И очень редко прибегаем. Может быть, это плохо, и может быть, поэтому ИР1. Но обычно это те ситуации, когда дальше уже и не отрезать. То есть это уже на пределе все. Дальше ты уже слишком повышаешь риск операции и так далее. Можно. Андрей Анатольевич, отличная презентация, отличные результаты. Я хотел бы уточнить, вот с точки зрения, не находите ли вы, что стадия клиническая на основании компьютерной томографии или других методов, она до начала лечения несколько завышена. Поскольку все мы знаем, что клиническая стадия на основе даже увеличенных лимфоузлов не всегда оказывается метастатическими. И все, что мы думаем о том эффективности химиотерапии, но стандарт рандомизированных исследований на эдюантной химиотерапии полных регрессов всего 2-4%. Просто вот такое влияние фотодинамической терапии, ну, чудотворное. Вот здесь вот, может быть, не возникают у вас какие-то сомнения? Евгений Владимирович, возникает. И есть даже работы такие, что фотодинамическая терапия сама по себе может уменьшить степень лимфогенного метастазирования. Это абсурд, и я не могу в это поверить. Но то, что вместе с химиотерапией, когда мы проводим фотодинамическую... А надо сказать, что в мире это почти никто не делает. Вот тут какие-то, возможно, иммунные механизмы, и это следует изучать. Но то, что мы видим, я не могу объяснить. Но то, что это есть, я в этом уверен, и я это вижу. Ну, после того, как вы сказали, что, в принципе, пересекаете бронх во время операции по ранее поражённой его части, и в течение трёх лет не видите рецидивов бронхи, так и хочется задать вопрос. Так, может быть, ничего не делать в смысле операции, и больные будут жить? Да, такой вопрос можно задать, но это нарушение всех принципов онкологии. И тогда мы должны все уволиться с вами и пойти в министерство работать. Или так. Ещё, пожалуйста, один короткий вопрос, всё, на этом дискуссию заканчиваем, потому что мы уже выбились из регламента. Андрей Леонидович, скажите, пожалуйста, у вас все больные с увеличенными лимфатическими узлами в предоперационном периоде подвергались морфологической верификации состояния этих увеличенных узлов, или нет? Ни один больной не подвергался морфологической верификации увеличенных лимфатических узлов. А как же можно сказать, что до операции в них были метастазы, или их там не было? Конечно, точно мы не можем сказать. Так стоит ли тогда утверждать? Нет, это не утверждение. Мы делаем вывод только на основании результатов компьютерной томографии. Но я противник медиастеноскопии, выполняемой рутинно. Это общий принятие. У нас сейчас есть эндобронхиальный ультразвук, мы им начали пользоваться, но это ничего не меняет, по моему мнению. Позвольте короткий вопрос. Два больных у вас было озвучено с крупноклеточным раком лёгкого. Были ли они прооперированы после неоадювантной и фотодинамической терапии? Именно крупноклеточный рак. Боюсь сейчас ответить. Может быть, это те больные, которые не вошли в список оперированных. Не помню сейчас, к сожалению. Спасибо.